Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаево-Черкесия. События четверга в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Трехэтажное современное здание торжественно распахнуло свои двери для школьников Усть-Жигуты. Это новый корпус первого лицея, рассчитанный на 400 учащихся. Он внес большой вклад в развитие здравоохранения республики. Увековечена память заслуженного врача Карачаева-Черкесии, невролога высшей квалификационной категории Мухаммеда Айсанова. Четыре дня дети музыкальной школы Республики и их педагоги учились певческому мастерству. Мастеров оперного искусства из Москвы завершили мастер-класс совместным концертом. Воспитанники Республиканского социально-реабилитационного центра «Надежда» отдохнут в санатории. Первая группа уже отправилась в курортный Кисловодск. Сегодня в Уджигуте состоялось открытие нового корпуса первого лицея, рассчитанного на 400 учащихся. Педагогический коллектив и учащихся поздравил глава Республики Рашид Тимрезов. Подробности у Мурата Джангозова. К торжественному открытию лицея ученики и педагоги подготовились основательно. Высоких гостей встретили небольшой концертной программой, где были танцы и стихи. Каждым годом все ближе граница. Скоро с детством простимся навек. А пока будем всем научиться, чтобы достойными Родины быть. В приветственном слове глава Республики рассказал о проделанной работе в рамках реализации национального проекта образования, поделился планами по обустройству учреждения образования на ближайшие годы и поздравил коллектив лицея со столь знаменательным событием. После торжественного перерезания красной ленты, кстати, это право предоставили учащимся лицея, гостей пригласили в школу. Общая площадь нового трехэтажного здания составляет около 3800 квадратных метров. Построена она по всем новейшим стандартам. На первом этаже предусмотрен современный пищеблок с обеденным залом на 200 посадочных мест. Рашид Тимрезов с удовольствием попробовал пирожок с капустой в компании юных лицеистов. У нас по меню сегодня салат капустный белокочанный. На первое у нас гороховый суп. На второе тифтели с пюре. А на третье компот. На втором и третьем этажах расположились физкультурные и актовые залы. А также новейшие, оснащенные всем необходимым учебные кабинеты. Кроме того, предусмотрена возможность универсального использования всех имеющихся помещений. Рашид Тимрезов отметил, что ввод в эксплуатацию нового лицея позволит приблизиться к решению одной из главных задач в сфере образования, поставленных президентом страны. Самая основная наша задача, самая основная задача это уйти от второй смены. Сегодня только порядка 20% наших образовательных учреждений работает во второй смену. И я уверен и абсолютно убежден, что при реализации этих планов мы будем, наши дети будут обучаться в одну смену. И будет возможность у них заниматься дополнительным образованием, посещать кружки, спортивные секции. Вот это, я считаю, что такая основная задача. В настоящее время для решения задачи по ликвидации двухсменного обучения в ауле Гюрюль-Деюк строится школа на 165 мест. В этом же году начнется строительство школы на 960 мест в селе Учкекен. На здании республиканской больницы увековечили память, установив мемориальную доску заслуженному врачу Карачаева-Черкесии, доктору медицинских наук, неврологу высшей квалификационной категории, отличнику здравоохранения России, основателю первого сосудистого отделения в республике Мухаммеду Айсанову. Альбина Ламкова продолжит тему. Наверное, мало кто в республике не слышал о докторе Мухаммеде Айсанове. Он был верен своей профессии и данной клятве Гиппократа до последних дней. Работал заведующим отделением неврологии в республиканской больнице. В день открытия мемориальной доски звучало много слов благодарности доктору от коллег за его отношение к пациентам, о его добром сердце и профессионализме. Мухаммед Айсанов был трудоголиком с большой буквы. Он прошел большой путь в своей профессии. В 1977 году по окончанию Ставропольского мединститута приехал молодым врачом-интерном. В 1998 году он стал заведующим. И так проработал до 2011 года. В 2011 году в соответствии с преобразованием здравоохранения, открытием сосудистых центров, он стал первым заведующим первого отделения для лечения больных с инсультами, первого в республике, пока еще единственного регионального сосудистого центра. Мухаммед Хамзатович за годы своей работы воспитал не одно поколение врачей-неврологов. В республике, пожалуй, нет ни одного доктора этого профиля, который бы не проходил практику, стажировался или работал под его началом. И не только в Карачаево-Черкесии, но и далеко за ее пределами. И эти врачи зарекомендовали себя как хорошие специалисты. Мухаммед Хамзатович был не только уважаемым и авторитетным врачом. Он был прекрасным семьянином. И его дочь Диану Межанову тоже знают как хорошего, опытного врача-невролога. У него прекрасные дети. Сын стал известным юристом, а дочь работает в медицине. У нее четверо сыновей. Старший сын, внук Мухаммеда Хамзатовича, в этом году поступил также в мединститут. Рядом в спортивном комплексе «Спартак» приходил к нам и помогал даже спортсменам, нуждающимся в его помощи. Помимо основной работы, он многим людям помогал. Я просто горжусь, что у меня был такой брат. За всю свою жизнь, сколько я 40 лет его знал, я ни разу не слышал, что он с кем-то на поводчинках-танах разговаривал. Постоянно смеялся, улыбался. Интеллиент от души человек был. Одевался с иголочки. Самым волнительным моментом на мероприятии стала церемония открытия мемориальной доски другу и коллеге, учителю и наставнику, ученому-человеку, который внес большой вклад в развитие здравоохранения республики, о котором будут всегда помнить с добротой. Альбина Ламкова, Рашид Токов, Вести, Карачаево-Черкесия. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 62 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 17 830 человек. Из них 16 097 выздоровели, 614 госпитализированы. Ну а сейчас узнаем прогноз погоды на завтра. Слово нашим синоптикам. КАРАЧАЕВО-Черкесия 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 Это Большие Вести. В прямом эфире мы продолжаем. В Черкесии прошел пленум Духовного управления мусульман Карачаева-Черкесии. В ходе заседания обсудили вопрос касаемо подготовки к 10 съезду, а также по избранию муфти, созданию президиума и членов ревизионной комиссии. Особое внимание уделялось голосованию в эпидемиологических условиях. Заместитель министра по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Карачева-Черкесии Ислам Хубиев подробно рассказал о том, как будет проходить онлайн-голосование на съезде. Единогласно на пленуме была утверждена кандидатура Исмаила Хаджибердиева на пост муфти республики. «Была разработана специальная система и, скорее всего, будет проходить это в формате онлайн. Определены семь колл-центров. Помимо центра в городе Черкесске, по районам будут также обозначены эти центры и в формате онлайн пройдет съезд. Ориентировочно это будет 16 марта 2021 года». Четыре дня Карачева-Черкесия прожила в атмосфере оперного и эстрадно-джазового пения. Свыше 30 педагогов и их учеников стали участниками масштабного мастер-класса. По инициативе Министерства культуры республики были приглашены московские специалисты, которые делились своим опытом, завершились занятия большим совместным концертом. На праздники оперы побывала Шерифат Лепшокова. Зал слушал хрустальный голос Кристины Пономаревой, затаив дыхание. «Цель музыки – трогать сердца», – говорил Бах. Музыка, впервые звучавшая в стенах этого зала, безусловно, тронула каждое сердце. В первых рядах сидели главные участники – юные артисты. Для них это первый оперный концерт и, конечно, непередаваемые эмоции. Три дня ребята учились певческому мастерству у педагогов из Москвы. Один из специалистов – Кирилл Панфилов, выпускник Московской консерватории. За его плечами стажировка в Италии у ведущих оперных певцов мира. Обладатель бархатного баритона, на концерте он исполнил отрывок из оперы «Верде» «Травиата». Вы знаете, впечатление крайне положительное. Потому что то, с чем нас приглашали, что, значит, нужна очень большая помощь, что, значит, очень много работы. На память не скажу, какие это музыкальные школы, но они все ваши. И это, конечно, уровень высочайший, абсолютно высочайший уровень. В первую очередь, педагогического состава, потому что все-таки это работа педагогов и самих детей. Концерт предварял огромную работу. Его участники проводили репетиции с мастерами оперного искусства, в очередной раз шлифуя свой репертуар. Занятия велись практически нон-стоп, по 10-12 часов. Мы здесь всего три дня, и хотелось ребятам дать максимально всего того, что мы знаем, можем. И то, что не заметил один педагог, второй может подметить. И это очень интересный живой формат общения. Тем более у нас в зале присутствуют ваши педагоги. Мы постоянно вместе с ними взаимодействуем, чтобы найти ключи к каждому. Потому что каждый ребеночек – это отдельная вселенная. На сцене выступили как совсем юные артисты, так и взрослые. Никого не оставил равнодушным голос студентки Колледжа искусств Валерии Петиной. Праздник оперы состоялся. Гостям были вручены почетные грамоты Министерства культуры Республики. Была отмечена работа наших артистов, а также всех, кто готовил это грандиозное мероприятие. Юные участники концерта получили незабываемый опыт, а зрители – наслаждение высоким искусством. И надежду, что культурная жизнь в Республике получит новый импульс. Сегодняшний концерт – это итог трехдневного мастер-класса, который мы в нашей Республике в таком формате проводили впервые. И мы в Министерстве культуры, в нашей команде культуры Республики понимаем, что начинать изменения, которые в нашей Республике однозначно нужны, нужна с команды, с людей, со специалистов. Поэтому мы очень большое внимание будем уделять таким мастер-классам по всем направлениям культуры в нашей Республике. Шрифат Лепшокова, Рашид Токов, Вести, Карачаево-Черкесия. По поручению главы Карачаево-Черкесия Рашида Тимрезова, 78 воспитанников стационарного отделения Республиканского социально-реабилитационного центра «Надежда» отдохнут в санатории «Смена Кисловодска». Первая группа воспитанников «Надежда» уже сегодня отправилась в санаторий. Счастливого пути им пожелала Фатима Даурова. Багажник автобуса все заполняется и заполняется сумками и вещами детей. Еще вчера все чемоданы были уже собраны и ребята только ждали сигнала к погрузке. С марта прошлого года дети сидели на карантине, не выходя за пределы территории центра. И вот теперь это первый выход в свет за такое долгое время. Мы уже давно сидим на карантине и мы хотим сказать спасибо главе нашей администрации за то, что он предоставил возможность, чтобы мы могли поехать в санаторий, где мы сможем гулять, отдыхать и где у нас будет много хороших впечатлений. Сейчас это первая возможность у детей за этот большой период выехать куда-то в другое место и вообще выйти за ворота учреждения. Поэтому дети очень рады. Они просто с вчерашнего дня сидят с чемоданами и не хотели даже ложиться спать. Эмоционально это будет, конечно, хорошая разгрузка для деток. Воспитанники реабилитационного центра, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 14 дней пробудут в санатории. Их будут сопровождать воспитатели, социальные и медицинские работники. Но инструктаж перед поездкой обязателен. Какие-нибудь фотографии, ролики будете нам прислать, мы будем добавлять в инстаграм. Хорошо. Конечно, вы тоже можете выкладывать. На свои странички, да. Хэштейк будете ставить. Центр надежды, Министерство труда. Кисловод. Кисловод. Впереди две недели отдыха и восстановления в одном из самых красивых и уютных городов Северного Кавказа в курортном Кисловодске. Фатима Дорова, Расул Бердеев, Вести, Карачаево-Черкесия. Таким был четверг, Карачаево-Черкесия. Прямо сейчас вас ждет доктор Брагин и его команда. Приятного просмотра и ждите вести.